Нравится нам это или нет, но все последние мировые исследования показали, состояние и внешний вид нашего леса играет огромную роль в нашей жизни. Собеседование с потенциальным работодателем, первое знакомство со второй половинкой, оппонент всегда обращает внимание на лицо. И хотя Коко Шанель и говорила, что в 20 лет ваше лицо дает вам природа, в 30 его лепит жизнь, а в 50 вы должны заслужить его сами, в жизни не все так просто, существует огромное количество заболеваний кожи, при которых одного косметического ухода недостаточно. И здесь, как и во всем, проблемы начинает решать наука, как именно, сегодня расскажем. Меня зовут Екатерина Берецкая, в эфире проект Наукомания. Здравствуйте и смотрите в программе. То, что предопределяет наши дерматологические проблемы, почему тип кожи лица влияет на ее состояние. С ним сталкиваются более половины населения мира. Как предупредить окне и можно ли избавиться от этой проблемы полностью? В кабинете у косметолога и перед зеркалом дома. Что можно сделать, чтобы высыпаний на лице стало меньше? Первое, что делает дерматолог на приеме, смотрит, какой тип кожи у пациента. А какими они бывают, узнаем прямо сейчас. Главные характеристики кожи – это ее тип и состояние. А чтобы это состояние вывести на оптимальный уровень, нужно подобрать качественный уход. Сделать это просто невозможно, если не знать тип своей кожи. А их основных существует четыре. В зависимости от того, как работают сальные железы, генетически дерматологи выделяют нормальную кожу, сухую, комбинированную и жирную. Каким будет тип кожи, решается только на генетическом уровне, как цвет волос или глаз. Но проявляет кожа свои характеристики только в подростковый период, когда начинают активно работать сальные железы. Если человек обладатель нормального типа кожи, то его лицу не грозят сильные высыпания или излишняя сухость. Сальные железы в этом случае выделяют себум в нужных количествах. Нельзя этого сказать про жирный тип кожи. В этом случае сальные железы работают чрезмерно, что приводит к образованию черных точек и прыщей. При сухом типе кожи, наоборот, воспалений не происходит. Однако природного себума недостаточно, поэтому ее нужно постоянно увлажнять. И, наконец, комбинированный тип. Он встречается чаще всего. Лицо при такой коже имеет как жирные, так и сухие участки. Тип кожи сохраняется на протяжении всей жизни человека. Но это не значит, что обладатель жирной кожи будет все время страдать от высыпаний. Грамотный уход, профессиональная помощь дерматолога, соблюдение индивидуальной диеты помогут в решении большинства проблем. О проблемах, которые в буквальном смысле налицо, будем говорить сегодня с профессионалом в студии наукомании, врач, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Белорусской академии после дипломного образования. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Ивановна Круг, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Белорусской медицинской академии после дипломного образования. Является автором и соавтором 24 научных учебных учебно-методических работ, 4 учебно-методических пособий, 2 монографий, посвященных различным аспектам дерматовенерологии и косметологии. Является ревизором Белорусской общественной организации дерматовенерологов и косметологов, членом Европейского общества исследования волос. Является членом Белорусской общественной организации дерматовенерологов и косметологов. Является лауреатом президентской стипендии как талантливый молодой ученый. Давайте начнем с акне. Самое распространенное, мне кажется, заболевание кожи, но многие думают, что это вся история подростковая. На самом деле, насколько мне известно, это не совсем так. Выделяют акне новорожденных. То, что случается с детьми, как правило, 1-2 месяца жизни, это связано с гормональным кризом, в связи с высоким уровнем гормонов у новорожденного от матери. Далее – это подростковые акне, это то, чем страдают примерно 90% подростков на земном шаре, и акне взрослых, акне тарды, так называемые, которые чаще болеют женщины. Считается, что это возраст после 25 и далее лет. Это также чаще всего связано с гормональными нарушениями, с нарушением питания, с нарушением ухода за кожей и с какими-то социальными факторами, такими, как стресс. У женщины раз в месяц в определенное время появляются пару прыщиков. Конечно, не самая приятная история, но это тоже акне или все-таки… Это может быть вариант акнеформного дерматита. То есть у нас есть разные вариации. Есть угревая болезнь, которая в патогенезе имеет нарушение качества и количества кожного сала, то есть его становится больше, оно становится более тягучим. Далее нарушение дескламации эпителия, то есть эпителий становится более толстым, он плохо очищается. И в связи с этими приятными условиями присоединяется вторичная бактериальная флора, то есть пропионобактериумагне, который чувствует себя комфортно, размножается в устье сально-волосяного фолликула. И мы видим с вами… Изначально это может быть комедональная форма, мы видим белые или черные открытые и закрытые комедоны. Далее папулопустулезная форма, те так называемые бугорочки и прыщики, могут быть единичные, могут быть множественные. Далее могут формироваться кисты и уже далее они могут переходить в постакне, рубцовые изменения. Это говорит о тяжести процесса, о чрезмерном разрушении собственного коллагена, когда иммунная защита воспринимает кожу за счет сильного воспаления, как чужеродный агент, и разрушает ее. Далее мы видим формирующийся рубец постакне. У всех когда-нибудь в жизни были прыщики на лице, но это однозначно. Но как вот не дать возможности перейти вот в более серьезную стадию этому заболеванию? Что вообще можно предложить сегодня пациенту, что предлагает медицина, что предлагает наука? Я вообще считаю, что правильно было бы вести в школах такой обучающий урок, особенно для девочек, да, как правильно ухаживать за кожей, потому как вот эти подростковые акне, они безусловно иногда бывают изначально стремительно быстрыми и стремительно тяжелыми. Как правило, это все связано с неправильным уходом, с неправильным очищением, с неправильной защитой кожи, а также с желанием наших юных зрителей замаскировать, закрасить это все. Вы видите на примере подростков, что они все пытаются закрыть. И их можно понять. Мы также их понимаем, мы тоже стремимся что-то прикрыть и закрыть, но не в данном случае. Здесь как раз-таки нужно вести просветительскую работу с родителями, с детьми о том, что на данном этапе самым важным является правильно подобранный уход за кожей. Когда мы видим, что в период полового созревания от 9-10 до 15-17-18 лет появляются в, скажем так, андрогензависимых зонах, чаще это Т-зона лица, грудь, спина у мальчиков, большое количество черных точек. Это открытые комедоны. Вот здесь важно очищать кожу и защищать ее. Для этого существует большое количество средств дерматокосметики. Не только косметики масс-маркета, но и специализированные по назначению врача. Аптичные косметики самого разного ценового диапазона. Также существуют средства топического лечения, то есть местного лечения. Это препараты на основе разных кислот, препараты на основе адапаленов, да, которые позволяют в домашних условиях совершать такие манипуляции по изменению количества кожного сала, по снижению, скажем так, толщины кожи, да, то есть такие мини-домашние пилинги. И существуют средства, скажем так, топического нанесения, которые способны не путем выдавливания. Этого делать категорически нельзя. На это я хочу сделать определенный акцент, потому что если у нас воспалительные элементы локализуются в центральной части лица, здесь выходы всех важных сосудов. И если мы выдавливаем элемент, мы рискуем, скажем так, спровоцировать воспаление, которое током крови разнесется глаз, головной мозг, опять-таки, внутренние пазухи и так далее и тому подобное. Впоследствии могут быть... Впоследствии могут быть самыми печальными. Абсцессы на лице, опять-таки, воспалительное поражение вплоть до головного мозга, да, то есть менингиты, менингоэнцефалиты. Ни в коем случае это делать нельзя. А вот топически нанести средство, которое снимет воспаление, снимет вот это напряжение и поможет быстро регрессировать данному воспалительному элементу, где бы он ни находился, это абсолютный точный маст-хэв любого нашего зрителя. Но для этого нужна предварительная консультация с врачом-дерматологом. То есть дерматолог первый и единственный? Дерматолог-косметолог. Вот таким образом. С медицинским образом? Обязательно. Это обязательно. Это должен быть врач, дерматолог и косметолог. Как мы уже выяснили, без адекватного ухода за кожей от проблемы высыпаний избавиться невозможно. Мои коллеги побывали в кабинете у дерматолога-косметолога. Давайте посмотрим сюжет. Современная косметология имеет большое значение в лечении акне. Благодаря возможностям косметологии мы можем уменьшать проявления существующих образований, а также минимизировать риск развития новых. Плюс мы можем работать с последствиями этих высыпаний пост-акне. При невоспалительных акне, открытых и закрытых комедонов мы назначаем пилинги с альфа-кислотами. Это пилинги с гликолевой кислотой, с молочной, пировиноградной, миндальной кислотой. Они способствуют отшелушиванию кожи, осветлению. При папулопустулезных высыпаниях мы назначаем пилинги джеснера, пилинги с салициловой кислотой. Суть данного метода заключается в отшелушивании рогового слоя, уменьшении существующих высыпаний, уменьшении жирности кожи, осветления кожи и также пост-акне. Лечение угревой болезни должно быть комплексным. Мы должны воздействовать на все зрения патогенеза развития этого заболевания. Но, конечно, особую роль в лечении играет аппаратная косметология. Это фотолечение, это лазерное лечение. С помощью этих технологий мы можем уменьшать существующее высыпание, мы можем работать с жирностью, качеством кожи, мы можем осветлять застойные пятна пост-акне, убирать гиперпигментацию, уменьшать размер пор. В косметических средствах, которые используются для ухода за кожей, склонной к высыпаниям, как правило, мы можем найти ниоцинамид. Он обладает мощным противовоспалительным действием, улучшает цвет кожи лица, участвует в обновлении клеток. Также мы можем там найти цинк. Он способствует регенерации, обладает противовоспалительным антимикробным средством. Вы продолжаете смотреть «Наукоманию» со мной, Екатерина Берецкая. Сегодня разбираемся в дерматологических проблемах лица и далее не пропустите. Как не допустить развитие псориаза на своем лице? Эффективнее, чем диета? Результаты последних научных исследований в области атопического дерматита? Наталья, есть такое устойчивое выражение «проблемная кожа». Вот с точки зрения врача проблемная кожа – это какая кожа? Потому что мне кажется, что многие очень думают, что жирная всегда проблемная. Безусловно, чаще всего пациенты воспринимают проблемную кожу как жирную кожу. Но на взгляд врача проблемная кожа – это та кожа, которая доставляет пациенту дискомфорт. Это может быть комбинированная кожа, это может быть жирная кожа, это может быть чрезмерно сухая кожа. И для каждой из этого типа кожи существует свой вариант решения. Давайте я поподробнее о сухой коже, потому что, опять же, может быть, это просто мнение такое, и оно не очень правильное. Но говорят, дерматиты характерны именно для сухой кожи. Так ли это? Что касается сухой кожи, безусловно, это кожа, которая отличается тем, что иммунная защита у нее резко снижена. Если мы говорим, почему кожа сохнет, потому что у нее нарушается трансэпидермальный барьер, кожа теряет воду, которая в норме должна удерживаться. Это может быть причиной генетических факторов, это может быть причиной неправильного ухода. Опять-таки, огромное количество пациентов с сухой кожей обращаются к нам в осенне-зимний период. Это связано с резким перепадом температуры внутри помещения, потому как включается обогрев помещений. Соответственно, не каждый имеет дома увлажнитель воздуха. И не каждый наш пациент после водных процедур, душа, ванны, в течение 5-10 минут наносит на себя защитное средство ухода. Если соблюдать данные рекомендации и регулярно увлажнять кожу, то есть создавать так называемую пленку, которая будет удерживать влагу внутри кожи, чувство стянутости, чувство сухости и последующее чувство зуда будут гораздо меньше и со временем регрессируют. Но мы не имеем, опять-таки, образования у каждого пациента относительно ухода за собой, что касается своей кожи. Поэтому мы видим, что к нам обращаются пациенты с растрескавшейся, шелушащейся, зудящей кожей. Это может быть просто ксироз, это может быть просто сухость, а может быть проявление, опять-таки, атопического дерматита, который является генетически предрасположенным заболеванием. Атопический дерматит – это вот у детей очень часто, ну, по крайней мере, такие диагнозы ставят. Или опять что-то не то? Вы абсолютно правы. Атопический дерматит – это диагноз, который, как правило, выставляется ребенку в первые годы жизни. И это заболевание, которое характеризуется генетической предрасположенностью. Существуют гены, которые отвечают за проявление атопии, снижением общего иммунитета и, скажем так, нарушением удержания воды, вот этой трансэпидермальной потери влаги. И дети атопики, как правило, к периоду полового созревания перерастают данное состояние. Но у них гораздо выше риски присоединения вторичных вирусных и бактериальных инфекций. Такие дети более предрасположены к развитию бронхиальной астмы, либо абструктивного бронхита. Такие дети также имеют большую чувствительность к развитию полинозов или сезонных аллергий. То есть это все звенья одной цепи. Поэтому я всегда говорю своим пациентам, что кожа – это отражение внутреннего здоровья пациента. Если еще о детях, ну, лет 10 назад диету прописывали, вот диета особая, и все будет с кожей нормально. Сейчас, может быть, что-то изменилось или питание в том числе влияет и у детей тоже? Питание на самом деле влияет вообще на все обменные процессы. И диета имеет место быть, безусловно, в том числе исключение гистамина либераторов, то есть тех продуктов, которые отвечают за выброс гистамина, медиатора воспаления, потому как гистамин отвечает за вот этот аллергокомпонент. Кроме того, мы говорим о том, что нужно пересмотреть бытовые аллергены, потому как у детей старше 3 лет жизни пищевые аллергены уходят на второй план. Как правило, включаются бытовые аллергены. Познание мира вокруг. Да, познание мира вокруг, пыльца, стиральные порошки, опять-таки все то, чем мы пользуемся в обычной жизни – моющее средство. И у пациентов с атопическим дерматитом на первом месте стоит правильный уход за кожей. Ну, вот вы сказали, что очень многое зависит от нашего питания. С этим, согласно утверждениям, я и мои коллеги, они прямо сейчас готовы продолжить тему. Все разработки начались в ориентировочных с 2016-2017 года. Был создан специальный европейский консенсус, где впервые доктор выступила с докладом, когда она изучала вопрос в течение года взаимосвязи между питанием и высыпанием на кожу, то есть акне. И пришли к тому, что в первую очередь, на что надо обратить внимание, это на диету с ограничением быстро усваиваемых углеводов. Это все сахара, да, рафинированные, это выпечка, это белый хлеб, тортики, кексы, булочки и так далее. Туда же можно включить и картофель, чипсы, кетчуп, майонез. Мы не знаем, сколько находится там сахаров. То же самое и майонез. Да, там очень много тоже добавляется сахаров рафинированных. На втором месте это диета с ограничением молочных продуктов. Повышение инсулина ведет к повышению выделения тестостерона. Это андрогены, то есть мужские половые гормоны. И очень много у нас есть рецепторов кожи к ним. И эти рецепторы стимулируют выработку кожного сала. Да, происходит выработка кожного сала. И при определенных условиях, то есть если даже мы не соблюдаем, например, диету и так далее, то это кожное сало может служить средой для размножения бактерий. И так возникает воспаление. Второе, на что нужно отметить, это при увеличении инсулина в сыворотке крови также автоматически повышается инсулиноподобный фактор роста. Этот инсулиноподобный фактор роста также обладает провоспалительным действием. В общем, это такой замкнутый круг. Чем можно обогатить рацион пациентов с акне? Я рекомендовала бы, конечно, обогатить клетчаткой, безусловно, потому что клетчатка будет работать своего рода дезинтоксикацией, выводить шлаки и токсины из организма. Это очень важно. То есть побольше кушать свежих овощей, побольше кушать фруктов, ну, конечно, с невысоким гликемическим индексом, то есть, например, желтого или оранжевого цвета. Хорошо бобовые, кушать зерновые, ну, тоже, тоже аккуратно зерновые, например, где поменьше будет глютена. То есть, например, гречку, рис хорошо, только не белый. Будет хорошо зерна киноа, тоже очень популярный продукт, булгур замечательно вообще будет. И еще очень важно не забывать про жиры. Полиненасыщенные, жирные кислоты. Это те же самые омега-3. Если вы любите жирную рыбу, пожалуйста, включайте ее в рацион. Если вы не любите рыбу, вы можете это заменить, биологически активные добавки, включить их в рацион омега-3. Минимум 1000 миллиграмм в сутки. И будет все прекрасно. Есть еще две проблемы, о которых хотелось бы поговорить. Проблема на лицо, да? Купероз и розация. Многие уверены, что это одно и то же, ну, или что-то одно из другого, или трансформируется одно в другое. Но насколько я понимаю, насколько я разобралась в теме, когда готовилась к программе, но это разные вещи. Это разные вещи одного и того же состояния. Купероз – это первая телеангиоктотическая стадия розация. Розация, на самом деле, это такое хроническое заболевание, которое сопряжено с ангионеврозом, то есть патологическим расширением сосудистой стенки. В норме наш сосуд на раздражение расширился и сузился. И это такой достаточно адекватный физиологический процесс. Если же мы говорим с вами уже о розациях, то сосуд вследствие какого-либо раздражителя расширился и не сузился. И, соответственно, мы видим с вами проявление вот этих расширенных патологических сосудов на лице. Розация, кстати, поражает не только лицо, может поражать глаза, и тогда проявляется офтальма розация. И сейчас уже ученые, которые занимаются трихологией, выявили следующий такой симптомокомплекс, симптом Red Scalp синдром, то есть синдром красной кожи волосистой части головы. Поэтому, если мы говорим с вами все-таки о куперозе, это такое более или менее физиологичное состояние для большого количества людей, когда мы видим чуть вспыхнувшие щечки от волнения, от перепадов температуры. Да, опять-таки, из холодного в тёплое, из тёплого в холодное после принятия острой, либо копчёной какой-то жареной или горячей пищи, или после употребления горячих напитков. Поэтому большинству пациентов это не причиняет дискомфорт, это условно-косметологический дефект. Опять-таки, относительно того, что считается нормой. Далее же, розация из телеангиоктатической при агрессивном течении может переходить в папулопустулёзную, когда мы видим с вами прыщики, бугорочки в центральной части лица, в области щёк, в области лба и в области подбородка. Иногда поражается нос. И вот эта стадия, которая требует уже абсолютно точно системного лечения. Порой это назначение антибактериальной терапии, противовоспалительных препаратов, противомикробных препаратов. Опять-таки, лечение должно быть направлено на то, чтобы мы вернули эластичность, вернули способность сокращаться сосудистую стенку. И далее, если опять-таки папулопустулёзная форма прогрессирует, тогда мы видим с вами фиброзно-кистозную форму. Ей, кстати, болеют преимущественно мужчины. Ну вот здесь нам, девочкам, всё-таки больше повезло, в отличие от других состояний. И тогда мы видим с вами уже некрасивые изменения, когда происходит прогрессирующее утолщение, то есть фиброз. И вы видите пациентов, как правило, ринофима, когда нос увеличивается прогрессирующе, и вы видите расширенные вводные протоки сальных желёз вместе с кистами. Может быть, от афима, да, то есть поражается ушная раковина, увеличивается прогрессирующий подбородок. Это всё в настоящее время достаточно хорошо поддаётся терапии, только требует уже более серьёзных хирургических липолазерных вмешательств. Про методы лечения я вас обязательно спрошу чуть позже. Сейчас хочу узнать, вот купероз и розация – это генетика, это, может быть, возраст, потому что, ну, с возрастом всё теряет эластичность. То есть в нашем организме и сосуды тоже, может быть, вот эти вот истории тоже приходят с какого-то определённого возраста? Безусловно, генетика задаёт тон, но наследуется скорее предрасположенность к данному состоянию, нежели само заболевание. На первом месте в патогенезе розация, безусловно, как триггер стоит стресс, потому как стресс приводит к тому, что, опять-таки, происходит выброс гормонов, выброс гистамина, расширяются сосуды. Далее – неправильное питание, чрезмерное употребление солёной, копчёной, маринованной, жирной, жареной пищей, чрезмерное злоупотребление углеводами, простыми углеводами. И неправильный уход за кожей, то есть чрезмерно агрессивный уход, когда мы все хотим сейчас либо побороться, опять-таки, с какими-то комбинированными зонами, либо нанесение агрессивных химических пилингов, либо какие-то агрессивные косметологические процедуры в виде агрессивных шлифовок, либо ещё чего-то, это провоцирует рост патологических сосудов и истончает нашу кожу. Соответственно, сосуды становятся более видны визуально. То есть на сегодняшний день диапазон помощи, которым может предложить врач-дерматокосметолог пациенту сразаться, он абсолютно огромен. Главное не торопиться и понимать, что это хронический процесс, который мы можем ввести в ремиссию, но это не значит, что при несоблюдении определённых условий жизни и условий ухода данное состояние не вернётся. Ну и самое главное всё-таки, в первую очередь, если есть какая-то проблема, то идти к специалисту. Причём к проверенному специалисту. К проверенному специалисту. Спасибо вам огромное, Наталья, за этот разговор. Побольше вам здоровых и счастливых лиц. Благодарю. На этом всё. Вы смотрели «Наукоманию». Со мной Екатерина Березкая. Надеюсь, вам с нами. Эти полчаса было интересно. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!